Доброе утро! Давайте прочитаем исход 20 глава И изрек Бог все слова сии говоря Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства Да не будет у тебя других богов перед лицом моим Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху И что на земле внизу, и что в воде ниже земли Не поклоняйся и мы не служим, ибо я Господь Бог твой Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня И творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои Честно говоря, особенно на первых порах Когда я стал христианином, размышлял над этими стихами И мысль была следующая Но раньше люди открыто поклонялись всевозможным идолам, идолкам, кумирам, башкам и прочей еруде А сейчас нет Сейчас это уже давно в прошлом, далеко в прошлом Сейчас, в общем-то, человек вроде как даже и не привязан ни к чему Но, как потом выяснилось, после какого-то размышления, оказывается, нет На самом деле, сейчас, как и раньше, у человека полно идолов И только они сейчас стали такими немножечко другими Выродились Переродились Приобрели другой вид Конечно же, редко, когда встретишь человека, у которого дома стоит идол какой-то, божок, которому он поклоняется Бывает такое, встречается, но уже, конечно же, не часто Современный, так называемый, цивилизованный человек Вроде бы как освободился от этого Но на самом деле, нет На самом деле, идолов сейчас полно И вообще, на самом деле, это свойство человека поклоняться кому-то, чему-то Поэтому, когда из жизни человека уходит Бог Или он там вообще не появляется, как в жизни неверующего То обязательно его место занимает какой-то божок А то и несколько всяких там идолов и долгов Интересно, что, несмотря на вот эту вот строгую заповедь Первую заповедь, кстати говоря В Израиле было очень много всевозможных кумиров И идолов То есть, и раскопки археологические показывают, что во времена даже Христа Иерусалим был просто наполнен Дома людей были просто наполнены Всевозможными вот этими вот кумирами, кумирчиками И стуканчиками, изваяниями И так далее, и так далее То есть, ну и раньше, и до этого И они, к сожалению, никуда не делись Как отличить идола в своей жизни? Как понять? Идол? Он вообще есть? Или несколько? Или нет? Ну вот, конечно же Немножечко лирическое отступление сделаю Конечно же, понятно, что Ну, вообще странно говорить об этом Если мы говорим о верующем человеке Вот, это странно Но все-таки, все-таки Как мы знаем, как мы помним из Писания Божий народ был виновен в этом Божий народ, я имею в виду Израиль До Христа, во время Христа Они были виновны в этом И, к сожалению, сейчас часто ситуация не лучше Как же отличить? Как отличить? Есть ли у нас в жизни идол? Кумир или нет? Отличить очень просто Кумир занимает, ну или идол Занимает место, которое уготовано Богу Которое предназначается Господу Вот То есть, Господь в нашем сердце Сказал, что Царство Божие внутри вас есть Дух Святой живет в нашем сердце И Иисус в нашем сердце должен быть на первом месте Прежде всего Поэтому обратите внимание Просто посмотрите на свою жизнь Вот Я тоже окидываю взором, взглядом свою жизнь Что на первом месте? Чему подчинена моя жизнь? Каким стремлением? К чему я устремляюсь? Активнее всего Куда уходит моя сила? Куда уходит мое сердце? На что? Что там занимает место? Если там, ну, как бы сказать На первом месте Постоянного человека Например, зарабатывание денег Или какое-нибудь хобби Или там Ну или даже самое святое, да, как говорится Воспитание детей Простите, я посигнул на самое святое Вот Или там кто-то превозносит свою супругу В скобках супруга Вот Смотрите повнимательнее Не есть ли это тот самый идол И идолог Который почему-то стал Больше Бога Которому мы уделяем Больше сердца Чем Господу Есть моменты помельче Когда мы Ищем У чего бы то ни было Того, что мы должны искать У Господа Например Такая вещь, как Утешение Утешение Мир Покой Вот На самом деле Диву даешься Каким разным способом люди прибегают Для того, чтобы найти Это самое утешение Молодое поколение Подростки Это музыка Конечно Тут вне конкуренции Да Все подростки В наушниках Все подростки Там Во всяких Ну в общем Да В наушниках Хотел сказать гаджеты Но в общем На уши цепляются только наушники Наушники То есть И они там не просто так То есть Они не просто так Вот как бы сказать Человек знакомится с новинками Музыкальными Там Вкус там формирует Или просто Следит за развитием Какого-то артиста Ну Ну допустим Да Может хобби такого человека Вовсе нет Подростки ищут именно Утешение От музыки В музыке они черпают Свои утешения Равновесие Радость Умиротворение То есть Все это они ищут В музыке Говорю с такой уверенностью Потому что Ну во-первых Сам был подростком Неверующим А во-вторых Имею подростка Уже Собственно В своем доме Непосредственно В непосредственной близости Поэтому Вот Пожалуйста Еще один пример Кумира То есть Когда человек Ищет у Чего-то У музыки В данном случае Того Что он должен искать У Господа Потому что Господь сам Сказал про себя Дух Святой Есть утешитель Об этом написано В Евангелии От Иоанна И пошлю вам Утешителя Это Дух Святой Про В послании К евреям В 4 главе И в 3 главе Написано Что Иисус Есть наш покой Он есть наш мир И наш покой Если мы ищем покоя И мир В чем-то другом У чего-то другого Знаете Это идол Вот Еще один пример Ну там Масса всевозможных способов Да Кто-то там К медитации прибегает Но я надеюсь Это не о верующих Кто-то находит Утешение И успокоение В хорошей компании В общении Казалось бы Что такого Да Что такого То есть Я просто хочу Пообщаться с человеком Там Найти Родственную душу И так далее Но повторюсь Посмотрите В свое сердце Нет ли в этом Поклонения Не ищем ли мы Утешения Там Где искать Не должны Потому что На самом деле Хорошая компания Это хорошо И музыка Это хорошо И все такое Прочее Все это здорово Замечательно Если на первом Месте будет Господь Если на первом Месте будет Он И в первую очередь У него Мы будем искать Утешение Вот Послушать хорошую музыку Какие проблемы Да Я сам люблю музыку Слушать Разную Разнообразнейшую Много Но если я перехожу Грань И начинаю Уже искать В музыке Чего-то Что присуще Господу Что Господь Хочет давать нам Конечно же Это идол Становится Идолом Вот Еще один пример Конечно же Ну Это понятно Там зарабатывание денег Всевозможные Да Вот То есть В этом человек Находит свою Полноту И Славу Вот Также Славу человек Может находить В социальных сетях Вот Конечно же Это называется Тщеславие Человеческое Но В общем-то Говоря строго Вот Как бы там Не называть Это Человек в социальных сетях Ищет славы Когда люди Выкладывают Красивые картинки Жизни Которой Ну Либо у них нет Либо она Несколько Приукрашена Вот Чего ищет человек В этот момент Слава Человек ищет славы Признание другими Что у него Все хорошо Вот Разве не этого Мы должны искать У Господа Разве не Божье Одобрение Должны искать 1 Коринфян 15 глава Хвалящийся Хвались Господом О нет Извините Здесь ошибся Новый Завет Хвалящийся Хвались Господом Евангелие от Матфея 6 глава Написано Что Господь Обеспечивает наши нужды Ну и в целом Евангелие от Тана 6 глава Господь есть наш Хлеб Хлеб сшедший с небес Он обеспечивает Наши нужды Он есть наше обеспечение Вот Полнота Понятное дело Жизнь с избытком Обещал нам Господь Поэтому Давайте будем Внимательны К нашим сердцам Вот К нашим Стремлениям Жизненным К нашим Вот этим Порывам Мотивам С которыми мы делаем Всевозможные вещи Потому что Еще раз скажу И хорошая компания И хорошая еда И работа Которая приносит Достаток в дом Все это хорошо И музыка И там Хобби Ну хобби Ладно Так себе Шучу Вот И хобби Какое-то Все это прекрасно Ну увлечение Там не знаю Занятие которым Приятно заниматься Там гитарка Не знаю Рисование Ну все это здорово Если на первом месте Господь Если выстроен Правильный баланс Жизни Если же Нарушается Вот этот баланс Если возникает В жизни крен Если мы начинаем В нашем занятии Или в наших делах Или там В вещах Находить То что Хочет нам дать Только Бог Здесь уже Звоночек Это уже В общем-то Начало беды Поэтому давайте Будем Преданы Господу Пусть он будет На первом месте В наших сердцах Отец наш небесный Ну учи нас Господь Так Жить Чтобы ты был На первом месте Так выстраивать Свою жизнь Так Господь Настраивать Своё сердце Чтобы ты был На первом месте Прошу тебя о том Чтобы ты навел Порядок в наших сердцах В этом дне Или в этой неделе И вообще В этой жизни Таким образом Чтобы Господь Наши сердца Не склонялись Не искали Утешения Полноты Славы И радости В чём-то Ну вообще ни в чём Только в тебе Благослови нас Пожалуйста Во имя Иисуса Христа Аминь В чём-то В чём-то В чём-то